Юго-восточная провинция Фудзянь станет демонстрационной зоной интегрированного развития двух берегов Тайваньского пролива. Такая цель поставлена в совместной директиве Центрального комитета КПК и Госсовета КНР. Фудзянь – ближайшая к Тайваню материковая провинция и до этого специализировалась на обработке торговых потоков с острова. Однако поставленная задача требует другого уровня интеграции. Достичь его признана 21 мера, перечисленная в директиве. Региону предстоит создать для тайваньских соотечественников такие же условия жизни, работы, ведения бизнеса, как и для своих жителей. Им обещают социальную защиту и рабочие места, возможность покупки недвижимости и устройства детей в школы. Кроме того, им больше не придется регистрироваться для временного проживания в Фудзяне. Дополнительная поддержка ждет тайваньские инновационные рыболовные и сельскохозяйственные компании. Тайваньский капитал в пилотном режиме допустят к созданию и распространению телерадиопродукции на территории провинции. Фондовый рынок позитивно оценил новую инициативу. Сразу после публикации директивы ЦК КПК и Госсовета КНР котировки акций крупнейших фудзянских компаний поднялись минимум на 3%. Данный документ обозначил место, миссию и задачи провинции Фудзянь в процессе решения тайваньского вопроса в новую эпоху. Он также соответствует массовому общественному мнению о том, что оба берега Тайваньского пролива хотят мира, развития, обменов мнениями и сотрудничества. Его цель — сделать провинцию Фудзянь демонстрационной зоной интеграции с Тайванем и первым домом для тех жителей и компаний острова, которые решат перебраться в континентальную часть страны. На следующем этапе, на основе развития отношений двух берегов Тайваньского пролива и фактической динамики интеграции, мы будем постепенно продвигать выпуск и реализацию серии вспомогательных документов и постоянно содействовать регуляторным и системным инновациям для дополнительных выгод от изменения регулирования. Субтитры создавал DimaTorzok